Виски Панорама. Место, где делятся впечатлениями. Всем привет! Добро пожаловать в мой влог. Добро пожаловать на мой канал Виски Панорама. И я сейчас нахожусь в аэропорту Элата, в новом аэропорту, замечательном аэропорту, который называется Рамон. И улетаю я в Тель-Авиз на Виски Лайф. Всем привет! Добро пожаловать в мой влог. Добро пожаловать на канал Виски Панорама. И мы в центре Тель-Авива, в каньоне Азриэли, где проходит в этом году Виски Лайф 2019. И такой большой шоппинг-центр огромный. И три такие огромные башни, которые я вам покажу. И мы движемся как раз на крышу этого большого каньона, где будет проходить, собственно, вот это замечательное мероприятие Виски Лайф. Виски Лайф уже пятый раз в Израиле. Я был на четырех из пяти. И, собственно, вот мы и приближаемся к этому мероприятию Виски Лайф Тель-Авив. Добро пожаловать. И я еще сниму и расскажу подробнее, что тут происходит и что тут будет происходить. Здесь мы находимся на входе сейчас. И, видите, каждый пришедший получает такой вот стаканчик вместе с предъявлением билета своего. И уже ходит по выставке с этим стаканчиком Гленкерен. И каждый получает три вот таких купона на три тестинг. И можно потом при желании докупить. Хотя, в общем-то, на многих стендах вам нальют и без купонов. Здесь у нас представлен Евростандарт. Евростандарт – это один из таких серьезных игроков на рынке алкоголя. Это один из концернов, который импортер алкоголя в Израиле. И он в том числе завозит такую продукцию, как Гленн Скотча, такую продукцию, как Лох Ломонд. У нас представлен новый релиз от Гленн Скотча, 18-летний, который я обязательно попробую. И обещали мне уже дать попробовать 25-летний вот этот вот. Так что чуть-чуть попозже. Что у нас здесь интересного? Здесь у нас Вомфас, кстати. О Вомфасе я уже рассказывал. В своем первом я делал 4 Whiskey Live назад. Я делал в самом первом Whiskey Live, на который я посетил. У них был стенд. Они, правда, последние 2 не выставлялись. Но это тоже такой интересный концепт. Я даже брал интервью у организаторов и хозяев этой компании. Они завозят редкие релизы, которые завозят в бочку и продают это все на разлив. Тоже очень интересный концепт и можно интересные вещи. Тут не только виски, правда. Но что интересно, у нас здесь это Highland Glanded Malt Great Glen. 8 лет выдержки. Glantoshers Space Ice Single Malt Whiskey. 5-летней выдержки. Молодой какой-то Glantoshers. 43% алкоголя. У нас тут Canadian Ray Whiskey. Индийский, кстати. Вот это будет интересно попробовать. Амрита 6-летний. 45,6% алкоголя. Ну, в общем, есть тут некоторые вещи, которые будет интересно попробовать. И мы вернемся к этому стенду обязательно. Тут у нас, как всегда, представлен стенд Glenmorangie Artbeck. И, как всегда, все новые и старые релизы. Мы видим 18-летние. Что у нас Artbeck Anno, который я пробовал на прошлом Whiskey Live. У нас классическая десятка. У нас Югодел и Кареврехиан. Ну, это, в общем-то, классика. Пока ничего нового я здесь не вижу на этих стендах. Пойдемте посмотрим. И тут мы подходим к стенду, который называется Milk and Honey. And Milk and Honey, я вам рассказывал, это одна из нескольких новых дистиллирий. А точнее, 5 лет этой дистиллирии уже. И они уже бутылируют виски как Single Malt. У них есть Milk Spirit, у них есть Single Malt уже всевозможные релизы. Дистиллирия находится в Тель-Авиве, кстати. И ребята делают замечательную работу. В общем-то, естественно, мы тоже вернемся и попробуем то, что производят здесь у нас. Охин Тошин у нас тут представлен. Всем известный Lowlander со своей стандартной линейкой пока, то, что я вижу. Makers Mark – это у нас бурбоны. И отдельный стенд у Гленфидиха с экспериментальной серией как раз. Два из четырех представителей. Но здесь мы видим только трех. 21 лет выдержки Winter у нас тут не представлен. Но Fire & Can я делал обзор. И Project 20 я делал тоже обзор. Замечательные виски. Замечательная серия, кстати, от Гленфидио. И вот такой интересный стенд от Талискира. Где у нас здесь копченый соломон. Которым, кстати, тоже славится Шотландия. В Шотландии ловят замечательный соломон. Считается один из самых лучших из тех соломонов, которые ловят в открытом море, в натуральных условиях. Их не выращивают, как в Норвегии. Хотя здесь я думаю, что в данном случае у них не шотландский соломон, а как раз норвежский. Потому что шотландский, насколько я знаю, в Израиле достать невозможно. Пойдемте дальше. Что у нас тут? Обратите внимание, я пришел перед началом выставки. Еще пока никого не пускают. Булет Рай Бурбон у нас представлен. И стенд Глен Ливит. А Глен Ливит обычно у нас приезжал представитель, официальный бренд-амбассадор из Шотландии. В прошлый раз я с ним замечательно пообщался и побеседовал. И надеюсь, в этот раз он тоже будет. И что у нас тут интересное на стенде, что интересное можно будет попробовать. Я вижу там 25 лет выдержки, 21 год. Новый релиз от Черная бутылочка. Я уже вижу ее. Но в прошлый раз я попробовал ее и сделал даже на нее обзор после того, как мы ее купили. Надеюсь, что в этот раз тоже у меня получится. Тут у нас Бел Блэр. Это первый раз, когда Бел Блэр представлен здесь в Израиле у нас на выставке. Вот. Также Аннок. Анки Баннистер выдержанный. Потни 17-летний. Вау. 17-летний у нас, как мы знаем, уже не выпускают. И это, в общем-то, такой редкий релиз. Хотя здесь он присутствует. Очень интересно, очень интересно. И вот я вижу 12-летний. Это из новой линейки у нас Old Потни. И Whisky Spayburn. Джек Дэниелс у нас здесь. Стэн Джек Дэниелса. И Макаллан. Как же без него? Ну, Макаллан, насколько я знаю, и насколько я уже пообщался с их бренд-амбассадором, которого встретил на входе, кстати. Я не вижу ничего нового. Обычная линейка. Все, что уже опробовано давно. И, в общем-то, ничего особо интересного тут нет. Пойдем дальше. Я здесь возле стенда опять Гленс Кочи. И пробую, как раз мне дали попробовать 18-летний. И общаюсь я с представителем компании Lough Lomond. И представителем компании Гленс Кочи, который приехал сюда, в Израиль. И он мне объяснил. Кстати, то, что я рассказывал в своем ревью в обзоре на Гленс Кочи и Викториану в свое время, рецепт так-таки изменили, опять же. Помните, я говорил вам о том, что бискепы у заказания возраста, который они поставили, дает им, как бы, возможность маневра. И батчи, которые вы выпустили позже, они могут быть с другими спиртами. Так вот, сегодняшний Гленс Кочи, новый батч, он как раз 13-летний. В основном, треть спиртов 13-летний, треть 15-летний и треть 19-летний. Хотя это до сих пор очень качественный продукт. Это виски, которые 51,5% алкоголя. Ну, а я тут пробую 18-летний, который пока на нос, я еще не попробовал на вкус, абсолютно замечательный. И тут мы на стенде Golani. Golan High Distillery, если обратите внимание, Edition, на который я уже делал обзор, точнее, это новый релиз от Distillery. И, кстати, тут представлен несколько у нас новых-новых релизов, новые вещи, которые можно опробовать. Это как бленды классические, или, как он называет их, two grain, то есть, сделаны они из двух типов зерна. И здесь у нас односолодовый новый релиз из бочки номер 47. Если помните, я делал обзор на бочку номер 1, 47. И у нас тут Single Cask Edition, как всегда. И меня накрыли здесь как раз, поставили тенек. Вы видите, 46% алкоголя. И, как всегда, на Single Cask релизах от этой дистиллерии все очень информативно. Указано процент доли ангелов, указан процент потерь, указано, какой тип бочек. Это порт Style Cask, то есть, бочки из-под вина сделаны в стиле порт. В общем-то, все интересно. И Давид мне обещал дать попробовать все, что интересно из новых релизов. Мы тут находимся на стенде, где можно приобрести виски. То есть, ну, на всякой такой выставке, обычно на самих стендах, где представлены виски, покупать их нельзя, но есть угол такой или такой магазин своеобразный, где можно приобрести практически все, что представлено на выставке. И, кроме этого, еще какие-то такие лимитированные или редкие, или старые, как в данном случае я вижу, релизы. И вот тут вот, кстати, очень интересно. Мы только что проверили цену. Тут у нас представлен 17-летний Old Potning, который уже не выпускают. Осталось последних здесь 10 бутылок. При этом продают его всего за 215 шекелей. Это если перевести на доллары, порядка 45 долларов. В общем-то, замечательная цена для виски, который больше уже не выпускают. И для такие, очень, я бы сказал, замечательный релиз. Я делал обзор на него, кстати. И здесь мы, кстати, пробуем 25 лет выдержки. Нам только что налили, хотя, вы видите, эту бутылку, она закрыта. Но мы сейчас еще, я не попробовал, но будем опробовать, потому что это пахнет замечательно. Бутылка, кстати, стоит порядка 600 долларов в магазине, поэтому это очень, такая дорогая бутылка. Сейчас я вам покажу. Она была здесь. Сейчас ее поставили. Так вот, я пытаюсь... Замечательный, замечательный, абсолютно замечательный запах. Пока еще не попробовал на вкус, но обязательно скажу вам. Это, кстати, Давид, владелец дистиллерии и maltmaster дистиллерии, Golan Heights Distillery. Давай я подержу, давай я тебе сломаю. Мы здесь на стенде Glenlivet, и у нас как раз, опять же, Single Cask Edition, 16-летний, 52,8% алкоголя. И у нас 15-летний, который тоже бочковая крепость, 59,7%. И мы здесь находимся с Ианом. Иан – это бренд-амбассадор дистиллерии Glenlivet. Замечательный человек, я в прошлом году с ним общался, и давал он мне попробовать некоторые вещи, в том числе и Single Cask и Cypher. Сейчас мы попробуем вот эти два Single Cask, я надеюсь. Здесь мы у стенда Glenmorangie, я сейчас как раз пробую Cignet, который замечательный виски, на мой взгляд. Но вот Альту, который я попробовал перед этим, меня немножко разочаровало. Хотя считается лимитированный, довольно лимитированный релиз, насколько мне здесь объяснили. Но очень какой-то оффноутный, очень, на мой взгляд, недодержанный, или, может быть, бочки были какие-то второй или третий заполняемости, возможно. Но очень, очень спиритозный, и есть какие-то нотки, которые мне не понравились. Ну, это чисто мое субъективное зрение, мнение. Все остальные, конечно, мы хорошо знаем и любим. В Glenmorangie вообще замечательная дистиллерия. Субъективное зрение. в Берцелуна. Пиоцарь от яйн. Показать на кольцо. Яйн, 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 яйн. И вот здесь есть еще один шеринг шеринг. Шеринг. Субъективное зрение. Я, в общем-то, прощаюсь с вами, друзья мои. Мы продолжим дегустировать здесь с Володей. Мы продолжим наше, в общем-то, времяпровождение здесь на этом замечательном мероприятии. А мы с вами увидимся. Самое главное, пейте правильно, пейте ответственно, качественные напитки и занимайтесь спортом. Субтитры сделал DimaTorzok Виски Панорама – место, где делятся впечатлениями.